Всех рад приветствовать, друзья! Вы на канале Плюс Контент, и в этом видео я покажу вам, какие новые предметы интерьера повышают комфорт. Разберемся, сколько именно очков комфорта они дают, и посмотрим, сколько комфорта можно максимально получить в игре после обновления Дом и Очаг. Давайте приступим, но вы пока что прожимайте лайкос и подпишитесь на канал за Плюс Контент. Как видите, я нахожусь в укрытии, комфорта у меня нет, и давайте сразу начнем с джакузи. В неразогретом виде оно не дает комфорта, но если растопить его печку, мы получим баф тепла от огня, что по умолчанию в игре дает плюс один комфорт, и получается само джакузи дает нам плюс три комфорта. Достаточно неплохо, но чтобы построить его, вам понадобится новый ресурс – деготь. Если вы еще не знаете, где и как его добыть, то посмотрите мое видео по подсказке справа вверху, или же по ссылке в описании. Идем далее, и следующим посмотрим новые предметы, на которых можно сидеть. Сразу скажу, что эффекты от них не стакаются между собой. Первым идет каменный трон. Как видите, он тоже дает нам плюс три комфорта. Далее идет новая бревно-скамейка. Дает всего лишь плюс один комфорт, но и скрафтить его можно из цельной древесины, доступно почти с самого начала игры. Далее идет новое кресло из темного дерева. Для него нам снова понадобится деготь, и мы получим плюс два комфорта. Далее у нас идут два новых стола. Эффекты от них также не стакаются. Для их постройки вам также понадобится деготь, и оба стола дают нам по плюс два комфорта. И последним новым предметом является кристальная стена. Дает плюс один комфорт. Эффекты от количества также не стакаются. По старым предметам ничего сказать не могу, так как не знаю, сколько они давали комфорта до обновления. Но если вы знаете, то обязательно пишите в комментариях. Выясним все вместе. Теперь давайте посмотрим, сколько можно максимально получить комфорта. И, как видите, без консольных предметов максимум у меня получилось выжать 18 комфорта и 25 минут бодрости. Опять же, не помню, сколько было раньше максимум, но теперь это 18. А если поставить майское дерево и новогоднюю елку, они дают по плюс одному комфорту, то получится максимум 20 очков и 27 минут бодрости. Насколько я знаю, майское дерево уже недоступно для постройки. Его можно было построить летом. Теперь эту возможность убрали, но если же вы его успели себе построить, то главное его теперь не убирать, а то потеряете до следующего ивента. Ну, а на Рождество, скорее всего, станет доступна новогодняя елка. Вот как-то так, друзья. Вроде рассказал все, что хотел. Ну, если это видео было полезным, то обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, прожимай колокольчик и приходи на стримы. Там я играю в Алхейм и другие игры, поэтому всех жду. Ну, и увидимся с вами в новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok